Благодаря усердному и кропотливому труду аграрии в Самарская область попала в списки лидеров России по земледелию и животноводству. Фермерам удалось не только обеспечить продовольственную безопасность региона, но и перевыполнить показатели национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Собрали 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Самая высокая урожайность в Ставропольском районе. Самый лидирующий район – это Ставропольский, где уже намолотили 220 тысяч тонн зерна. И нам еще остается убрать позднюю культуру – это кукуруза на зерно. Это, конечно же, прибавится к этой цифре. Высокие показатели урожайности вдохновили самарских музыкантов. Они решили поблагодарить аграриев за добросовестный труд. В рабочий полдень организовали концерт для фермеров прямо в поле. Популярные лаконичные мелодии звучат в таком месте впервые. Самарский муниципальный духовой оркестр выступает в поле под Тольятти, а в импровизированном зрительном зале работники сельскохозяйственной отрасли в этом году им удалось собрать рекордный урожай зерна. После первого взмаха дирижерской палочки слушатели немного смущались, но уже после нескольких композиций начали дружно аплодировать и подпевать музыкантам. По словам главного дирижера оркестра Марка Когана, коллектив не выступал на подобных площадках уже около 30 лет, но этот опыт пришелся музыкантам по душе. Желание повторить наш концерт вызывает во мне очень теплые чувства и хорошие эмоции. Это то, что безусловно надо возрождать. Возрождать именно потому, чтобы обмен между городом и селом был на постоянной основе. Для исполнителя важно, какая публика. Вот сегодня публика, у них горели глаза, они кричали «Браво!», они подпевали солисту, они пританцовывали. То есть мы видели, что наша музыка, наше исполнение дошло до их сердец. А это, мне кажется, самая главная награда для музыкантов. Концерт муниципального духового оркестра в Ставропольском районе прошел при поддержке регионального правительства и администрации Самары. Анатолий Головко, Григорий Пельшаков. События.